Мы сейчас поблагодарим Бога, постойте немножко. Благодарим тебя, Господи Божий наш. Яко насытилась она земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир, дай я им, прииди к нам и спаси нас. Аминь. Слава от Своей Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Милостив Господи, спаси помилораб своих, милующих, питающих нас Елену, подающих нам милостыни, западающих нам молиться о них, Татьяна Александровна, вдов, нищих, сирот, всех христиан, плененных, психиатрических темниц и за слово Твою находящихся, утешь их. Священство и инощество, помилуй, благослови. И нас помилуй, милости Твоей ради, хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос, поворок накрывающих. Спаси Христос. Так, стойте на месте пока, ты малейко туда заглядывай. Видите, у нас сегодня день подготовки к окрещению. И кто хрещен, проверьте себя, все ли правильно взяло. А неправильно, значит, Господи, выправи. Выправи уже не крещением, а хотя бы в разуме. Кто будет допущен, у вас будет одеяние. Вы зайдете в воду, Батюшка заведет вас так в воду. Во имя Отца ни за что не хватайтесь, ни за поручень, никуда мотрите, сложи. Сложи крестным знамением и присядь. Кверху, книзу. Вот как Господь висит. Сектанты опрокидывают людей на спину. Это положение во гроб. А Христос умер стоя, поэтому православные вот так погружаются, прижимают, знаете сказать, колени, наклоняют и уходят в подводу. Трижды. Сегодня почти, почти, мало-мало где знают и делают так. К крещению, подходя, нужно все бросить. Говорит, отрекаясь и приюзну сатану. Смотри, как бы плевки эти не возвратились. Сатана просто так и прощает. С сатаной не бороться надо. Говорит, бороться надо. Побеждать. Шестнадцатая глава, двадцатый стих, посланник Рима, Павел говорит. Искоря сокрушит сатану под ноги ваши. Он сокрушит, не мы. Но там где грех, там где с деться и сатана. Он родоначальник греха. Любое убийство, любая ложь, даже ты нечаянно сделал, это от сатаны. Ибо он лжец, и отец лжи. Отец, это он порождает. А есть люди, которые даже не понимают. Вот там бегает мальчишка, сейчас прибежал. Он там живет. Маленький, лукавый, лукавый. И работать ничего не хочет. Вчера прибежал, мы идем с работы к обеду. А он прибежал сюда. Люди племянник, ее брата. Я работать пришел. А когда давал работу, а какие там струбленные репейки? Отнести тут сколько, в одно место-то? Никак. Руки руками не может шевелить. Это уже стопроцентная гарантия будет воровать. Притом никаких исключений быть не может. Написано, кто крал, плеть не кради. Но трудись своими руками, не на компьютере играть. Дабы было из чего уделять нуждающимся. А что ты уделишься, когда не работаешь? А он работать не хочет. Вот камушки собирали здесь. Ну тут, видимо, бетонировали и осталось. Я перед ним ведро оставлю. Там кто? Девочки наши работают. Где-то я вижу поле тут. Он разворачивается в другую сторону. Камушек там возьмет, она повернется, там бросит. Я перед ним туда, куда он поворачивается, ведро ставлю, тогда в эту сторону разворачивается, чтобы туда работать не хочет. Никак. А вчера пришел и работать. А я говорю, уже домой идем. Уже за стол идем. Вот эти репейки отнеси туда. И вон побежал, побежал, а ничего не сделал. Там 10 будырьков отнес. Все. Пришел там. А купаться пойдете? А возьмете купаться? Возьмем. Он пришел сразу, заболел, у меня голова жарко. Там люди уже рассказывают где-то. Сейчас мы садимся за стол, он заходит. Заходит туда. Вы идете, он сразу присел, он знает, как прятаться. Это у него уже просто врожденное это есть. Если никого нет, он ногами пинать, начинает дерево там отламывать, а ограду, то есть вредительство. Сейчас пришел, я говорю, ты же, я тебе сказал, я тебя накормлю, но ты не заработал обед, тогда ты придешь эти листики, и листики, и репья. Тут вообще ничего нет. Вот сюда занеси в одно место, приучите его как-то шевелиться-то. Не пошел. А я не ел, я голодный. Он обедать пришел. Ну голодный, так его обед заработать надо, голодный. Я рассказываю, как Сергий Радонежский. Голодный, и братья смотрят на него. И он взял топор, и с топором пошел. Кому может что-то сделать надо? А тот говорит, мне сене надо сделать. Он говорит, давай сене руби. Сколько он рубил-то, может, день? А братья ничего ему не дали. А потом дали сухарей. Когда он ел, говорит, изо рта зеленый дым шел. Зелень одна была. Самое удивительное, сидели и смотрели, как у их авбы изо рта идет зеленый дым. Пыль. Стрептоцит. И этот побежал домой. Я говорю, иди домой. Поешь и придешь дальше. Ни ханя хода. Но запомни, я работать не буду, что в ограду к нам не заходи. Туда ко мне не заходи, к Надежде Васильевне. От него я сейчас, уже заранее знаю его, ухожу, все на замок закрываю. Уже сейчас. Он растет. И дальше будет он в любую порточку залезать. Я говорю, это как уже о факте. Скажут, а у тебя какие данные? Ну, у нас не работает он. Писание говорит, крал, плеть не кради, но, чтобы не красть, но, трудись, воровать тебе не нужно никакой. Никакой. Вот у Фомы Каюнского, там описано, он ученику говорит, сегодня у нас урок будет. Один ученик. И он с ним возится. И говорит, а куда пойдем? Говорит, на базар. На базаре там много разговоров будет. Я буду тебе объяснять, что почему. Идут дороги, смотрят, в кустах кто-то шевелится. Репей, там под репьем два слепых. Ты говорит, а как тебе биография? Ну, какая моя биография-то? Вот я родителей не слушался. Ну, поэтому еще у меня и не было. Слушай внимательно, Тараси. Я, говорит, научился воровать. Ой, горе-то приняли родители из-за меня. Я даже смотрю, хоронят молодую девицу. Катафалка идет, одета прекрасно, такая она есть с сорочкой. И я сразу заметил, где похоронили, а хоронят в пещере. Я решил ночью ее раздеть. Ей зачем мертвы, украшения крижи. Я, говорит, так и сделал. Пришел, камень этот оттворил, инструмент, лобик приготовил. Зашел и стал ее раздевать. Серги снял с нее. И вдруг, говорят, она схватила меня за руку. Села, а лунный свет падает. Как она на меня сверкнула глазами. Негодный ты человек. Солнце не видело моего голого тела. А ты мужчина, ты пришел. И стала шарить темноте. Я, говорит, отклоняюсь. Она все равно меня нащупала глаза. Довонула, говорит. Я, говорит, довонула. И ударила по стенке глаза мои наши. Я кое-как к выходу выполз. Говорит, вот с тех пор я слепой. А ученик говорит, ну мы на базар идем когда? Не надо. Мы урок прошли уже. Надо учиться из жизни извлекать необходимое. Пошли на базар учиться. Послушай, кто еще говорит. А даже до базар-то не дошли под репьями, как Лев Толстой увидел там нищие, копошаться в грехе. Это все описывается в литературе. А и нас увидели, что... А, вот молится. Вы заметите, когда молится человек, сказать на него могут что-то. Но вы видели лошадей, когда пауты, она не может отогнать. Она вот так вот головой мотает и мотает. Я нахожусь в камере, а со мной запаровозы, многие когда судятся за какое-то дело воровство, но один главный кто-то там наставлял, их учил, прикрывал, называется запаровозом. И вот со мной сидел этот запаровоз, а север Владимир Митрофанович, главный рыбак Алтайского края. У него Герман Китов тут, Волков, первосекретарей, все у него там обитали, в Мамонтово. Это специалист. Если бы в Америке был, он бы миллиардером был. Ну и вот, он что я знал, видел тоже, мы разговариваем с ним. Он все это видит. А я-то ничего ему не могу рассказать. А я вас знаю. А как знает? Я начальнику написал, я говорю, мне тяжело, тут дым, курят. Ну нету не курящих. Так, постой-ка. Ага. На втором этаже 112-й камеры. Там у меня один человек. Его днем не бывает, он на суде. И меня туда перевел. Я зашел, оглянулся. Камера чистая такая. И разная. Молния синяя там, это, Олимпийка висит. И гляжу, у него консервные банки пустые. Там лук посаженный. Все же это такой пупок. Это обязательно какого-то начальника сидит. Можно мне подъехать. Тебе идти надо, да? Ну, идите. Это я вам рассказываю, как Фома Майюнский, вот такой истории. Я ждал, ждал, никого нету. Кто же такой? Я что знал, то и думал. Оказывается, это директор запаровоза, да был коммунист, да с первым секретарем крайкома партии, а тот умер внезапно. Внезапно Аксенов-то был. И его сразу все, а там на него жалобы-то были, на этого Сивера-то. А теперь все вскрыли, и теперь уже дело. Его уже теперь нелюбимца забрали. И вечером он идет, загремела задвижка, его запускают. О, кого мне послали? Папа какого-то? А мне уже охранники сказали, смотри, чтобы он тебя по мне оборовал, а у него там масло сливочное, все такое. Он зашел. Как фамилия? О, знаю. Знаю, знаю. Тут приезжали ко мне такие вшишки, там что-то сын прокурора одного, там что-то снасильничал, его надо спасти. А там где прокурор края, там месте. А зачем призвали-то? А для того, чтобы, когда напьется, они теперь, он говорит, моего сына там взяли, ну как бы его избавить-то? Ну что сделать? В дурдом только его, на проверку. А там признаем, мы дадим указание, чтобы признали больным. Ну поэтому в Алма-Ата отошли, там ящики для пива позбивают год от года, и все. Не 15 же лет ему сидеть-то. А об тебе мы слышали. А обо мне. Там разговор шел у них там на своих сабанточек, это то, другое. Ну что-то правильно, что-то добавляли уже. Я им маленько говорил. И он однажды, ему тошнота, когда он такие-то дни, он в суде, а в такой-то день, в воскресенье-то, мы вместе в одной камере. Я молюсь, а ему тошнее, тошно. И он сроду не видал такого дурака. Вот целыми днями головой, как лошадь от паутов отбивается, стоит. У меня, для Слова Божия, нетусь, там все это написано. Я молчу, а его выводим на прогулку, на верхний этаж, на крышу, и там сверху решетка, чтобы подышать. А охранники ему, ну что, рыбак, тебя послали-то человеком, веселее стал он, я буду просить на другую камеру, на лыжи ставить, а позор такой. Не могу уже, я с ума сходить начинаю с ним. Целыми днями молятся, головой мотаются. Я стерпел. Я подумал, в самом деле я головой клавил, все. Сходится, все сказал где-то. Ну, вскоре меня отсадили, один обратился, покаялся, помощник директора там, с Руссовской, и нас в отдельную камеру, а там поем мы, молимся, нам никто не мешает. Вот урок, какой человек получил, идя на базар, и какой я получил урок, идя в камеру. А потом я уже освобожусь, отсижу, а ему 14 лет на вентиле. Я за него буду ханатайствовать, это такую роль большую сыграет, а жена поедет в Москву ханатайствовать за него, Владимиром Митропавловичем, и дал ей адрес, дали наши сестры, меня еще не было. Ее там приняли, накормили, напоили. Это Нина Ивановна, ног по собой, город, Москва, незнакомая. Я говорю, Нина Ивановна, а как мы с вами познакомились-то? Как? Я была в реанимации. Что-то у нее операция была. Глаза открыла, испугалась, что-то волосатое передо мной стоит на коленях. Увидал меня, я на коленях, молился, когда ее в больнице, в реанимации. Вот ей так все врезалось. Понимаешь, этот момент такой ответственный, она в сознание только вошла, и я гляжу, что-то волосатое передо мной. А потом поговорили, книгу там оставили. Ведь Володю-то помиловали, отпустили. Вот сколько-то сидел ее. И он вот это все запомнил, и у него где-то трудная обстановка. Опять же, рыбокомбинат-то развалился. Его теперь оттуда, когда вышел, опять ставили директору с нуля, его поднял опять, а живет около озера. Там у него катер к дому подъезжает, считай. И вот он рабочим говорит, вот я сидел, со мной такой-то человек сидел, Игнатий Лапкин в Батьеве, Игнатий Тихонович. Вот он сейчас бы сказал, я бы сейчас ему сказал, идти мне или не идти директором опять-то. Он бы сказал, иди, страну поднимать надо. И каждый раз, где у рабочих Танина Ивановна, жена его говорит, он выступает, обо мне рассказывает, и говорит, вот что бы он мне сказал. А рабочий говорит, вот как он тебе сказал, так ты и делай. Знаешь, вот какой урок, и урок, откуда я извлекаюсь с камеры. Я советую вам смотреть внимательно, какие у нас порядки, за столом. А что смотреть? Старица Саская, когда приехала к Соломону, она увидела, как слуги отслуживают, за столом, какой порядок. Она нигде такого не видала. Она приехала послушать мудрости. Он знает притчи о деревьях, о всем. А потом, она скажет, мне, говорит, и половину не рассказали, сколько я тут увидала. Что она скажет, которые были здесь? Половину не рассказала. Я дождался момента, наконец, о нас так сказали. О нас услышали в Великобритании, в Лондоне. Директор Кэстонского института, Ксения Кэннен. Она прилетела, и ей в Останкино дали человека сопровождающего. Потеревку. Самолета прилетела. Вот на кого она похожа? Ну, примерно вот на Светлану, на Галину. Вот такая. Светленькая, небольшого роста. И она до того, она нам понравилась, книги тут приобрела. И такую большую статью написала, что-то исполнение мечты в степях. Ксения Дэнна. Запомни это. И в интернете заряди, ты увидишь, с каким благоговением она все написала. Написала по-русски. И какая-то там астеклопедия, ее туда, говорит, поместили. Вот. Ничего. Ничего, и в то же время что-то. Людям, многим это интересно. Во славу Божию. Я рад, что вы все приехали. Помылись все, кому надо. Ну, мы тут проверочку небольшую устраиваем. Кому можно, кому нельзя. Ну, а остальное, что сказать вам. В храме вы все знаете как. В храме стоят с женщинами. Ну, и остальное, как говорим. Пообещай Богу все эти щитцы, всю пакость выкинь в помойку. Не прикасайся. Тебе Бог дал. Ты не горбатая, не косоглазая. Не надо Бога искушать. У тебя есть все. Конкретно говорю. Не надо. У вас все достаточно. Особенно платочка, когда мы в белых. Пришли, батюшка вчера наших там встретил. Это щи же невесты Христово-то ко мне пришли. Они стоят все в белой платочке. И по войне второй платок-то. Ну, там картинка. Ну, помнишь? Все расстояли, подошли под благословение. Этот порядок. Порядок, щитность. Вот Саисус Абский удивил. У нас есть. Что-то не так. Так все время не бывает. И однако, видите, как Бог сделал. Надо научиться за все благодарить. Ровно два года назад, 18 июля 16-го года, 18-го нас даванули, а 19-го мы уже лагерь расформировали. Приобрели дома. Сказали, приобретем дома. Срочно нужны деньги. А дальше уже пошел ремонт. И вот мы находимся. И теперь Бога благодарим за Роспотребнадзор. Как бы не они, мы бы в тех шалашах были. Перед службой отдохнуть надо. А? Перед службой отдохнуть надо. Время бесплатно. Да, все тогда. Перед сном отдохнуть, но не ложиться. После еды два часа не заложиться. Володя прав.